итак всем добрый день еще раз давайте продолжим знакомиться с системой педигри но мы остановились на оценках по линиям значит осталось у нас три как бы нерассмотренных характеристики по селекции бакфаст значит это прополисование зимостойкость и воростойчивость гигиеной значит прополисование это фактор который зависит не только от линий но также от местности и от сезонности но бакфаст это единственная общая ласка в котором с которой ведется направление как бы в этом показателе я не считаю например мой вывод такой что если даже семья имеет повышенное прополисование у меня есть решетки прополисные мне только в это плюс идет кому-то не нравится работать с прополисом я не заметил что вы сильно бакфаста за прополис его полностью все щели и также выходы по сравнению с той человек которая была раньше у меня помнится там да была обильная как бы прополисование всего подряд здесь частично как-то на рамках проявляется дело и все то есть как бы это направление уже отработано так следующий у нас показатель это зимостойкость по зимостойкости я хочу сказать что бакфаст себя очень хорошо показал проблемы над зимостойкостью как таковой вообще но в беларуси по крайней мере нету очень хорошо зимует в отличие от обыкновенных аборигенных пчел у этих пчел не наблюдается незиматоза вообще то есть если семья нормально вошла в зиму полностью обработана от клеща и тем более если на молодой матке то есть проблем вообще никаких нету вплоть до самого апреля если затяжные холода будут если у вас семья нечаянно начинает признаки заматоз значит смотрите там либо трутовка будет либо вот вообще семья без матки зимует это самый главный показатель остальное без проблем зимует они и на медузе будет и на вересковом медузе зимует поэтому проблем в этом показатель по бакфаст вообще не вижу только плюс так ну и последний показатель это у нас по устойчивости и гигиене ну это два новых направления которые как бы последние десятилетиями занимаются целые институты выделены большие финансовые средства целые группы созданы не только в европе и в америке работают делятся опытом делятся линиями если по гигиене как бы у них уже все отработано и есть линии которые полностью содержатся в чистоте свои гнезда то как бы по вароустойчивости это еще как бы только путь становления но уже последние два года как мы видим вот у пола юнгельса линия которая полностью заражалась в течение сезона два раза клещом и очищала тем самым свой расплод от заражения и выкидывала всех личинок больных как бы за пределы своего улья поэтому я думаю это прогресс это прорыв скоро это как бы это должно стать на большую ногу потому что и на тех случниках на островных уже появляется в отцовских группах именно вароустойчиво как бы линии вот к чему как бы идет селекция бакфаст но вароустойчивость это способность как бы почел самих справляться с клещом без вмешательства человека и гигиенический признак это показатель от которого зависит чистота содержания улья и стойкость самого расплода и чего как бы к заболеваниям так вот основные все признаки если кому-то детально хочется разобраться в них есть здесь на этом же сайте ссылки переведете почитаете как делаете тест на гигиену и там есть пол юнгельсом описано именно мероприятие по вароустойчивости ну это вкратце так вот это вот одна из линий 951 пола юнгельса которая на сегодняшний день имеет стопроцентные показатели по вароустойчивости и именно гигиене вот эти два показателя сто процентов сто процентов поэтому как бы направление правильно я думаю вопрос времени еще пять лет и все могут наверное скоро пользоваться пчелами которые не болеют так на чем бы мне еще хотелось остановиться искусственное семенение как бы всем понятно это один из основных направлений путем чего можно сохранить все родословное и заниматься селекцией также кроме этого существует еще облетники так называемые где их найти вот внизу есть ссылка на страны в которых созданы зарегистрированы официально облетники и также эти все заводчики бакс этим пользуются вот пример давайте откроем что откроем наверное нидерландовать откроем да вот те два острова в основном на которые как бы производят путем облета на островах вот исланд стейшн это острова облетники вот остров амерланд вот тот же маркин который в этом году все ждали хорошую отцовскую группу от полуинглиса б-100 ну наверное все пролетят ну и также по другим странам тоже есть острова облетники кроме островов есть земельные еще станции облетники это какие-то полуострова горные высотные какие-то точки которые ограничены по площади и тем самым являются сучником для продолжения вот именно линии селекции бакфост как бы это два таких основных направлений то есть это естественно блюд на островах и случниках и искусственное семенение у нас беларуси нет островов нет конкретно сучников поэтому у нас на сегодняшний день искусственное семенение прогрессирует и я думаю за ним будущее так ну еще я хотел бы добавить именно по буквенному обозначению которое присваивается линии вот давайте тоже б-131 конкретно цифра б обозначает это линия бакфост именно конкретно бакфост своей исторической происхождении и 131 это цифра которую дает сам заводчик в зависимости от его желания захотел может улей в котором содержалась эта пчела назвать захотел может рождением своим условно говоря но самое главное чтобы не пересекались эти линии в ближайшем пятилетке пока живет как бы там материнка которого существует но в дальнейшем к заводчика как бы все ограничивают потому что могут быть и 131 линии как и пола юнгельса так и андерса петерсона и манферна дайкмана поэтому как бы на цифры не стоит обращать внимание стоит обращать внимание именно на заводчика потому что очень много встречается нас на сегодняшний день продаж по бакфасту бакфаст чей бакфаст не знаю а как вы продаете бакфаст если вы не знаете откуда произошел материал бакфаст и бакфаст ну так вот этим людям надо открывать глаза и пускай изучают и смотрят что на сегодняшний день существует система педигри которой можно разобраться полностью откуда материал происхождение и потом делать заключение по этому материалу приобретать и не приобретать так как бы еще я хочу ограничить всех любителей бакфаста что не пытайтесь гнаться за ценой потому что качество должно стоить денег и не зря наверное сегодняшний день самые лучшие матки которые проверенные уже год-два продаются в европе 500 долларов потому что они уже два года тестированы на своих дочках эти матери очень классно передают свои генетические все характеристики дочкам и поэтому цена соответствующая также я еще хочу сказать чтобы вы не заходили практически дальше первого поколения потому что при f1 на 50-75 процентов как бы генетика вся еще работает на этой пчеле и с ней можно работать и только в благо как бы своего труда так что еще я хотел добавить что на сегодняшний день наверное за бакфастом будущее и в дальнейшем она только будет развиваться и процветать все это основные аспекты которые как бы я хотел озвучить и познакомить вас с системой педигри если будут какие-то вопросы спрашивать и будем совместно отвечать потому что это как бы новая непонятная система для нас немножко разобрались можно дальнейшем работать и существовать все спасибо за просмотр